Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. Одни из самых страшных страстей и зависимостей — это алкоголизм и наркомания. Наверное, нет такого человека, который сам или его близкие когда-нибудь не сталкивались с такими проблемами и с этими зависимостями. И Русская Православная Церковь много лет ведет серьезную работу над тем, чтобы помочь таким людям. Сотни проектов, которые включают в себя реабилитационные центры, группы трезвости, где работают не только духовенство и волонтеры, но и профессиональные медики. И вот сегодня у нас в гостях человек, который уже около 25 лет занимается непосредственно помощью и работой с людьми зависимыми, с людьми, которые пострадали от алкоголизма и наркомании. Это клирик собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия Ирей Максим Соколов. Отец Максим, здравствуйте. Добрый день. Отец Максим, начнем опять с азов, каких-то с базовых вещей. Что такое алкоголизм и наркомания? И с точки зрения православной веры, православной церкви, и с точки зрения медицины. Ну, я для начала сказал, вот, батюшка, вы правильно говорите, где-то 25 лет назад я начал заниматься этим вопросом, но поскольку моя траектория, моя жизнь была такая интересная, я медицинское образование получил вначале в психиатрии, ну, в психиатрии с вопросами наркологии, да, соприкасался. Вот, потом на железной дороге в медслужбе соприкасался с этим вопросом, и уже как священник тоже соприкасаюсь с этими вопросами. Я просто, к тому, что это моя тема, вот эта вот на протяжении 25 лет, она не была основной, да, но постоянно я там консультировал по этим вопросам, или где-то сталкивался, или выступал как экспертом. Поэтому, да, здесь можно сказать, что вопрос более-менее мной изучен в этом мире, хотя есть специалисты в Самаре, конечно, гораздо более высокого уровня, которые знают эти вопросы лучше. Поэтому я, ну, могу определение из учебников сказать, но, наверное, лучше я скажу своим, своими словами. С точки зрения медицины, зависимости, алкоголизм, наркомания, ну, и другие виды зависимости, на самом деле даже не химические, такие как игромания, например, лудомания, это болезнь. Болезнь, относящаяся к области психического здоровья, ну, и физического тоже, потому что формируется первоначально психическая зависимость, да, потом уже формируется, ну, при медикаментозных зависимостях, например, при наркомании, да, даже при курении, да, у человека формируется и определенный физиологический, физический компонент, ну, так называемая физическая тяга, ломка и так далее. Вот, и эта болезнь, которая, да, развивается, тоже описаны и механизмы ее развития, и механизмы лечения, и считается, что эта болезнь хроническая. В том смысле, что эту болезнь вылечить полностью, если уже у человека сформировался алкоголизм, например, да, или наркомания, то вылечить полностью эту болезнь невозможно, можно просто выйти в ремиссию. Ремиссия по-медицински, ну, как длительный период, когда болезнь себя не проявляет, вот, то есть, ну, или иначе говорят, говорят, как говорят, зависимые выйти в трезвость, то есть, зависимые, как правило, говорят, ну, вот я алкоголик, но пять лет я уже в трезвости. Это значит, что он пять лет не употребляет, вот, вещество, которое вызвал зависимость, алкоголь, например, вот, но при этом он всегда знает, что стоит ему только начать, стоит сорваться, он сразу попадет в эту же ситуацию, в которой, то есть, ну, если человек обычный, он бы там месяцами, ему надо было бы, чтобы сформировать зависимость, то у человека, вот уже с такой хронической зависимостью, она вновь возобновляется очень быстро, вот, и с медицинской точки зрения, да, вот отношение такое, хотя, конечно, есть понимание, что это и не только психологическое, не только физиологическое, физическое, но это и социальная проблема, да, то есть, все эти аспекты, естественно, тоже у нас видятся. То есть, если, например, нету, ну, в других болезнях, ну, например, кардиологических, да, например, повышенное давление, нету сообщества людей, которые как-то так себя друг другу, друг другу настраивают, чтобы у них там тоже возникала гипертония, то вот сообщество алкоголиков, наркоманов, игроманов и так далее, оно обладает такими, такими особенностями, что оно втягивает к себе людей, и поэтому здесь, вот, не зря медицина очень в разных формах, но стала обращаться и к духовному взгляду на это явление, потому что, где люди, где ценности, встает вопрос ценностей, где встает вопрос греха или там правды, неправды, служения другому человеку, то здесь, конечно, невозможно даже медицине обойтись без опыта, который имеется в церкви. И с точки зрения церкви, эти болезни алкоголизма, наркомания, это страсть, то есть, да, как любая страсть, там, страсть, допустим, обжорства, или страсть осуждения, или страсть блуда, и любые другие страсти, с одной стороны, здесь человек проявляет свою волю, то есть, он соглашается на то, что он страдает этим заболеванием, но с другой стороны, когда уже возникает вот этот греховный навык и возникает страсть, человек во многом эту волю утрачивает, то есть, пока он может распоряжаться своей волей, он часто по тем или иным причинам использует эту волю во зло себе, а вот когда уже эта болезнь сформирована, то ему очень трудно чисто своей волей справиться, поэтому самые эффективные программы, ну вот, с точки зрения исцеления, выздоровления, выхода в трезвость, они, как правило, все используют вот этот вот компонент духовный, когда человек не только на свою волю полагается, но еще и на помощь Божью, это либо прямые религиозные программы, как, например, в русской православной церкви, ну, многие программы, там, Центр Ника, например, православный, некоторые другие работают по этой, либо это в таком, ну, полурелигиозном смысле, как, например, в программе «12 шагов», где первые шаги — это я признаю свое бессилие, а второй — признание того, что я знаю, что Бог мне может помочь, да, вот, ну, либо это даже в светской, в таком советской атеистической школе все равно понимали, что нужно к чему-то взывать, кроме самого человека, и тогда формировали какие-то сообщества, вот, выздоравливающих людей всегда говорили о поддержке со стороны социума, семьи и так далее, то есть вот такое вот воззрение на эти явления. Отец Максим, а есть какая-то пошаговая инструкция, если можно так сказать, как человеку, верующему и осознающему, желающему побороть страсть алкоголизма или наркомании, помочь? То есть что ему нужно сделать, чтобы побороть эту страсть? Ну, инструкций достаточно много, как я говорю, систем много, вот, та или иная эффективность есть у разных систем, но вот из моего опыта самое первое, самое первое — это, конечно, признание проблемы, да, то есть если вот человек, понимает, что ему начинает проблемы в жизни создавать алкоголь, ну или там тем более наркотики или какие-то другие страсти, то это самое первое — сказать, что да, эта проблема есть. После этого уже нужно искать, как я говорил, второе — это признать, что я сам, скорее всего, ну, не скорее всего, я сам не справлюсь, вот, а вот дальше привлекаются все ресурсы. Это помощь Божия, это, ну, это в молитве, да, в таинствах, в исповеди, в причастии, это действительно очень сильно помогает человеку, то есть это реально, я говорю, не потому что я священник, а потому что я с этим столкнулся еще когда, ну, только-только приходил к этим мыслям и работал в медицине, я видел, что действительно люди верующие гораздо легче, человек, который обретает веру, ему легче выйти из этого, вот. Следующее — это использование имеющихся ресурсов, кроме духовных ресурсов, это социальных ресурсов. Здесь всегда надо смотреть, тоже вот когда приходит человек и говорит об этой проблеме, или родственники приходят, мы всегда смотрим, насколько у человека вот это социальное окружение, насколько его, то, что вокруг него, способствует ему больше в здоровье выйти, или больше в болезнь, вот. Потому что если у человека окружение преимущественно то, которое его затягивает обратно в зависимость, то, конечно, здесь лучше человеку полностью разорвать вот эти социальные связи, даже несмотря, там, может быть, на какую-то работу, да, на семейные обязательства, ну, пойти, например, в центр, вот, опять-таки, сетевые центры, вот, типа как центр НИКа, да, обычно отправляют человека, ну, допустим, если в Самаре человек, его отправляют в другой город, чтобы там не было вот тех людей, которые могут его обратно затянуть. Если же все-таки социальных, положительных социальных связей больше, ну, у человека, там, допустим, работа, семья, которая его поддерживает, именно поддерживает в таком здоровом смысле, потому что мы знаем, что бывает и нездоровая поддержка, которая, наоборот, человека заводит больше в эту зависимость. Так вот, если больше таких факторов, то, конечно, человеку можно постараться, попробовать с Божьей помощью, например, ходить в группу 12 шагов, да, и ходить в храм, самому стараться как-то вот с помощью этой преодолеть в себе, то есть здесь всегда надо индивидуально решать. Ну, самое первое, признание проблемы. Да, еще очень важным таким моментом, духовным моментом в моменте желания жить трезво является преодоление глобального такого обмана современного мира. Современный мир, он все время внушает человеку, да не только современный, на самом деле это история вообще от Адама и Евы пошла, но сейчас особенно вот эта вот история, что человек всегда должен чувствовать себя комфортно, всегда у него должен быть максимальный комфорт, и все должно быть для него, да, бери от жизни все, вот эта вот психология потребления не только веществ, но и психология потребления вообще по жизни. И вот эта психология сейчас, к сожалению, играет очень большую, очень злую роль, вот в распространении алкоголя, наркотиков, потому что человек, привыкший только брать, брать, брать себе, и чтобы всегда им было комфортно, им очень трудно из этого выйти, вот. А вот самый первый тоже такой вот шаг в духовном смысле, это согласиться на то, что жизнь сложна, как говорит Христос, в мире будете иметь скорбь, но не бойтесь, я победил мир. И вот когда человек говорит, да, хорошо, Господи, ты пришел в этот мир, ты сам скорбел, и я готов тоже вместе с тобою взглянуть честно на скорби этого мира и прожить их, но по-честному прожить, не анестезируя себя ничем. Вот когда у человека возникает такое желание по-настоящему прожить, а не комфортно прожить, то тогда есть вполне себе реальный шанс выбраться из этого в трезвости. Отец Максим, вы на самом деле очень важный вопрос затронули по поводу того, как современный мир навязывает такую установку комфорта, установку получения удовольствия, получения от жизни всего. И действительно сталкиваешься с тем, когда в некоторых странах вообще легализованы какие-то виды наркотиков легкие, люди начинают себя оправдывать тем, что да, это несерьезно, это можно. В свое время я общался с парнем из Нидерландов, у которого там целые тома по грибам были, и там даже какая-то философия за этим стояла. И для меня, конечно, это было тогда дикостью, что человек даже как-то в своем уме не то что пытается оправдать, а считает это нормой, считает это какой-то одной из сторон своей жизни, что вот он такой разносторонний, и вот здесь, значит, получает что-то для себя интересное. Почему это стало частью современного мира? Ведь вроде бы, ладно, с алкоголем здесь все понятно, здесь еще проблема была и до этого, и люди и положительно, и отрицательно относятся, вроде он является частью нашей жизни. Даже в богослужебной практике, когда мы открываем богослужебные указания, и в некоторых моментах поста написано там, разрешается брать и выпить вина немножко в честь праздника во время поста. Здесь понятно с алкоголем, но с наркотиками в какой момент произошел вот этот слом, что люди стали не то что отрицательно нормально к нему относиться, это же, ну, жуткие вещи. Почему это вот происходит? Почему происходит вот такая подмена? Понять, что это что-то легкое, это что-то такое несущественное, нам это не навредит. Ну, потому что человек вообще самонадеян в целом. Ну, и вот с алкоголем тоже так, что понятно, тоже не совсем понятно. Я бы хотел сказать, что, ну, вот тоже я, с одной стороны, я могу сказать, что у нас тоже, да, легкие наркотики разочарены в том смысле, что алкоголь, да, и сигареты, это тоже в некотором смысле, это тоже вещества, которые могут использоваться как наркотические. Проблема-то ведь не в наркотиках, и проблема не в вине. Вот, а проблема именно в отношении человека, и для чего он это употребляет. Так вот, если посмотреть, я тоже размышлял над этим вопросом, история человечества, вот нет, наверное, вообще ни одного общества, где не было каких-то веществ, которые бы изменяли сознание, да. Если в исламских странах, допустим, там запрещены, запрещен алкоголь, да, там находили какие-то другие способы, да, другие там способы изменить свое сознание. Значит, ну, в том числе пищевые, химические там и прочее. В каких-то культурах, где, которым был неизвестен алкоголь, употребляли какие-то другие вещества. Поэтому здесь другое дело, что нужно вот, нужно думать, размышлять, все-таки это следствие вообще природы человеческой, или это следствие пашести человеческой. То, что сейчас изменяет соотношение, ну, к такому, что вот, ну, все, что угодно можно употребить, только чтобы тебе было интересно, но это, конечно, наверное, проявление падшего сознания человека. И вместе с тем, да, ну, то есть, все равно надо вот сказать, что даже вот даже наркотики, все равно их можно использовать как лекарство, допустим, да, если бы не было наркотиков и наркотических обезболивающих, не было наркотических средств, там, какого-то изменения, ну, допустим, погружения в наркоз, да, то очень многие бы операции были бы невозможны, или бы проходили очень жестко и неприятно для человека. Поэтому здесь надо говорить скорее не о веществах, да, вот именно об отношении. А отношении, ну, мир сейчас, я говорю, в целом, миром такой настраивает человека на то, что человек — это главное, что добро и зло относительно, вот. Но здесь, мне кажется, даже нерелигиозный человек должен, ну, посмотреть, что и к чему ведет. Вот, да, если, ну, как бы, на первом этапе, вот, тоже, когда я разговаривал с подростками и разговариваю иногда о вопросах наркологии, я говорю, вот, понимаете, и тоже как-то приходил со мной человек, который много лет употреблял, потом вышел из этого, вот, я говорю, вот, посмотрите, вот, человек, который начинал употреблять, он же не думал, что я вот сейчас, там, покурю или уколюсь, а потом стану вот этим вот отбросом общества, да, упаду на самое дно и никому не буду нужен, и будет у меня депрессия, я буду ходить мучиться. Каждый начинает и алкоголь употреблять, и там еще что-то, потому что интересно, потому что кажется, что вот, ну, вот рядом со мной человек, который уже там два-три раза употребил, и он вполне себе нормальный, адекватный, вот. Человек видит только красивую обертку, вот. А на самом деле, конечно, стоит подумать и посмотреть на то, к чему приводит, на то, к чему приводит. Почему так? Да ну, мир падший просто, мир падший, поэтому люди нетрезвенные, я даже более того скажу, люди, которые не употребляют ни алкоголь, ни наркотики, мы, батюшка, с вами знаем, давно, негроман, он может заразиться какой-нибудь другой страстью, там, например, той же страстью осуждения, и иногда точно так же ему трудно избавиться от нее, и он точно так же портит жизнь и себе, и окружающим, просто из-за того, что все ему не так. И вот эти плохие, и эти плохие. Поэтому, наверное, это общее свойство человека, а вот уже как от него избавляться? С Божьей помощью. Отец Максим, как близким помочь человеку, первое, который сам желает себе помочь, то есть как им вести себя, и второй момент, как близким помочь человеку, который не осознает своего положения, плачевного, своей болезни, своей зависимости, который не хочет лечиться. Что им делать? Ну, общий принцип, самый первый, да, то есть если вдруг родители или там близкие, обнаружишь, кто-то из их близких употребляет, и тут сразу две реакции, или стараются до последнего не замечать, что это там, наверное, нет, наверное, это мне показалось, или вторая реакция, когда тут же, значит, хватается, начинает обличать, и прям чуть ли не, так сказать, очень жестко относиться. Здесь надо помнить, ну, во-первых, если Бог послал в жизни тебе соприкаснуться с этим, значит, наверное, и для меня, то есть там для этого человека, который соприкасается с этим, тоже это что-то важно. То есть первое главное понять, что хочет от нас Бог. Вот. Что нужно в своей жизни изменить, потому что давно уже и психологи, и врачи, они говорят, что человек, который употребляет, вокруг него образуется тоже определенное сообщество, близких, родных, которые тоже своими страстями какими-то болеют. Но в психологии это называется созависимость. И вот часто такие родственники говорят, особенно когда человек не хочет лечиться, они говорят, ну, как мне, как мне его изменить? А всегда и психологи, и мудрые священники говорят, он уже взрослый человек, ты его уже изменить не сможешь, ты можешь изменить себя. Вот если ты изменишь себя, то и система начнет меняться, и, возможно, человек захочет измениться. То есть самое первое, понять, что от меня ждет Бог. Второе, честно поговорить с тем человеком, который вот употребляет. И помнить здесь принцип, ну, его приписывают разным святым, и Блаженному Августину приписывали, еще кому-то из святых. Есть такой принцип, грешник и люби, грех его ненавидь. Да? И здесь надо всегда это очень четко отделять, того, что да, я люблю этого. Ну, так же, как вот при, мы в прошлый раз с вами разговаривали, на прошлой передаче, о помощи психически больным людям, да? То есть иногда проявление любви, это значит человека послать лечиться. Поэтому и здесь проявление любви, это, во-первых, перестать способствовать ему употреблению, там, тех или иных, там, наркотиков, алкоголя и так далее. Ну, перестать просто банально деньги, например, давать. Второе, это то, что называют, тоже наркологией, жесткая любовь, мы говорили уже тоже с вами об этом. Это когда, если человек, допустим, вот в состоянии алкогольного, наркотического, прочего опьянения, какие-то проблемы у него возникают, не стремится, скорее, сейчас мы решим, сейчас мы тебя, там, от милиции откупим, там, или еще что-то. Вот. То есть в таком случае человек дольше не сталкивается, вот, с негативными последствиями употребления. То есть позитивные какие-то настроения, хорошие и так далее. Вот. У него есть, а негативные вы решаете. То есть перестать решать его проблемы, связанные с потреблением. И третий, быть готовым. Если человек скажет, хочу лечиться, вот там уже можно помочь. Но только тоже смотреть здесь всегда бывает, вот эти вот вещества, они заставляют человека, ну и алкоголь, и наркотики, становиться достаточно лживым, изворотливым. Поэтому иногда вот это вот, хочу лечиться, это такое, ну, очень поверхностное понимание. Человек, на самом деле, не хочет не вылечиться, а просто подлечиться, да, как-то на какое-то. И здесь нужно говорить, давай, если или по-серьезному, там, условно говоря, если реабилитация, то давай на год в реабилитационный центр. Вот. Или, ну, сам решай свои проблемы. Поэтому вот здесь вот тоже это очень важно. Если человек хочет лечиться, это очень здорово. Это, ну, надо всячески его поддержать в этом, поприветствовать. Но опять говорю, здесь очень тонко. Если хочешь лечиться, давай по-серьезному. Это болезнь очень серьезная, как мы с вами говорили, хроническая болезнь. Поэтому, ну, надо настраиваться на долгое лечение. Вот. Если человек не хочет, значит, максимально, во-первых, чтобы он вам не навредил, да, то есть по возможности отделить его в тех сферах, в которых он может навредить. Второе. Заняться собственной психокоррекцией. Есть у нас группы, слава богу, сейчас распространились, группы созависимых, то есть те люди, которые, в том числе и в православной среде, есть группы созависимых при некоторых храмах собираются, где люди обмениваются, во-первых, печалями своими, понимают друг друга. Во-вторых, там ведущие или люди, которые уже смогли преодолеть с Божьей помощью, и их родственники смогли преодолеть эту проблему, они делятся, какие эффективные методы общения с такими людьми, да, что нужно делать, что не нужно делать. В общем, в рамках одной передачи это все не опишешь, а вот в этих группах люди действительно учатся вести себя правильно со своими зависимыми людьми. То есть можно, например, дать такую рекомендацию близким родственникам, которые страдают от того, что страдают их близкие, особенно те близкие родственники, у которых это длится уже много лет, их близкий человек не хочет менять свою жизнь, не хочет бросать эту пагубную страсть, и, ну, просто много лет вот это все тянется, и можно дать им такой совет, что обратиться вот в такие группы за помощью, за поддержкой. Да, несомненно. Ну, то есть максимально отсоединиться, включить то, что называют вот жесткая любовь, да, то есть любовь, но в таком, не потворствующей греху, не потворствующей греху, обратиться в группы созависимых, ну и, конечно, духовные, духовные средства, они действительно, они не потому, что это самовнушение, а потому что это действительно работает, то есть я видел случаи, в том числе среди таких близких знакомых, когда, например, жена начинала молиться, читать, акафисты и кони Божией Матери, неупиваемая чаша, ездить в паломничество, и их близкий начинал задумываться, по крайней мере, вставал на путь исправления, исцеления. Такое действительно тоже бывает, и это чудо Божие, и вот это обращение, но тут одно другого не исключает, человек существо такое, в котором есть и дух, и душа, и тело, и всему надо помогать, поэтому на духовном уровне это молитва, а молитва, когда наша хорошо, так сказать, доходит, когда мы сами исповедуемся, причащаемся, живем христианской жизнью, да, как сказано у апостола, много может молитва праведного, но мы сами-то не слишком праведные, ну, я про себя, по крайней мере, скажу, но почему я говорю, это иногда пример такой говорю, не потому что я сам по себе праведник, а потому что, ну, вот я как священник часто исповедуюсь, причащаюсь тело, ну, причащаюсь тело и крови Христовых, и поэтому Дух Святый через молится, через меня, через Церковь, вот, поэтому и вы можете это делать, вот, поэтому вот это выстраивание своей собственной здоровой жизни, обращение на психологическом уровне в эти группы поддержки или к психологам, которые работают с этой проблематикой, ну, и помощи Божьей. Спасибо, отец Максим, за наставление, за помощь в разъяснении вот таких серьезных вопросов. Да Бог, чтобы Господь помог людям, которые страдают от страсти, алкоголизма и наркомании, побороть, преодолеть ее, чтобы открыл внутренние очи сердца на видение собственных грехов, собственных страстей, даровал осознание, понимание проблемы, а близким таких людей дал, опять же, терпение, любовь и мудрость в том, чтобы помочь этим людям, ну, и, конечно же, не бояться обращаться за помощью к квалифицированным специалистам и к Церкви в том, чтобы помочь разрешить вот эту проблему алкоголизма и наркомании. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Субтитры подогнал «Симон»!